Казань Экспресс Единственный момент, денег до сих пор нет, у них есть телеграм-бот, который присылает сам заказы, остатки, динамику продаж. Привет, меня зовут Анастасия, я рассказываю о маркетплейсах и сегодня наша с вами любимая рубрика, а если вы первый раз смотрите это видео, то поверьте, будет любимая рубрика, это новости маркетплейсов. Продолжайте смотреть, пройдемся сегодня по трем маркетплейсам, обсудим их и узнаем что-нибудь новое. И по традиции, наш любимый, здесь хочется поставить кавычки, но я на самом деле очень хорошо отношусь к Wildberries, но очень многие плохо, особенно у меня в комментариях, поэтому не будем оценивать, просто наш Wildberries, как всегда, привнес немножечко изменений в нашу работу. А это то, что теперь название у нас теперь только 40 символов, но зато название можно исправлять внутри карточки товара в личном кабинете Wildberries. Не знаю, как в старых личных кабинетах, но у меня в обновленном личном кабинете уже можно это делать и мы стали это выполнять. Единственный минус, который есть, для тех, у кого уже были названия, ничего не изменилось, как были 100 символов, так и остались, названия не урезали. А для новеньких пока только 40 символов, но с другой стороны, я бы вообще не стала расстраиваться. Сколько есть, столько и есть. С этим тоже можно работать и не надо говорить о том, что вот мы бедные и несчастные, нам теперь символов не хватит или еще что-то. Я буду, в принципе, в той же ситуации, потому что в последнее время, после того, когда обновляли карточки товара, все названия слетали. И у меня теперь будет тоже 40 символов. Поэтому я не расстраиваюсь, работать с этим можно, тем более я вам рассказывала, кстати, в одном из последних видео, как я увеличила количество категорий просто в два раза без использования названия. Поэтому это не страшно. Главное, что хотя бы теперь можно нам самостоятельно, без использования бота, а наш бот умел это делать, без использования бота, изменять название. В любом случае, будем с вами это делать. Ну и по поводу Wildberries давайте еще немножечко только поговорим. Это то, что они все больше и больше открывают сортировочные центры, некоторые вводят платную приемку, но это мне, знаете, что напоминает? Где-то, по-моему, два года назад Wildberries очень быстро открывал ПВЗ, и в них можно было сдавать поставки по ФБО. Потом это прикрыли. Потом они открывали ПВЗ, которые принимают ФБС. Потом тоже все прикрыли. Потом тоже были вот такие вот несортировочные центры, а раньше это называлось пункты приема. Их много-много наоткрывали, потом все закрыли. Вот сейчас такая же ситуация. Надеюсь, не будет так, как было до этого, но кто знает, поэтому, может быть, сортировочные центры ждет такая же судьба. Но будем надеяться, что Бакальчук и ее команда адекватно относятся к ситуации, и в этот раз такого не будет. Сегодня 1 августа, возможно, у вас уже второе, а это значит, что я сейчас нахожусь в Питере, и мы готовимся к вебинару, посвященному нашему курсу. Курс, сразу скажу, спойлер небольшой для менеджеров, но в любом случае, я думаю, будет всем интересно, расскажем полезную информацию о том, как стать менеджером, и какие профессии менеджеров сейчас востребованы. Ссылка на регистрацию на вебинар есть в описании и будет в закрепленном сообщении к этому видео. Все, спасибо, давайте продолжать. Теперь с вами перейдем на Озон. Приятная новость, я надеюсь, вы уже слышали. Ну, я думаю, уже многие об этом сказали и говорили, немного, так скажем, спойлерили, когда после как раз вот ужина, закрытого ужина Озон, нам же сказали, что скоро кроссдокинг будет бесплатным. Так вот, с 26 июля кроссдокинг, по-простому транзит, теперь стоит всего лишь 1 рубль. Такие условия, я специально прочитаю, действуют для поставок из Москвы и области на большинство региональных складов, кроме Новой Риги, Харубина, Петербурга, Казани и Твери. И у меня один знакомый сказал, а зачем им это надо? Смотрите, я думаю, это связано с тем, что, во-первых, они сами понимают, что региональное присутствие товара увеличивает количество заказов, следовательно, наоборот, поставщиков, а следовательно, лояльность поставщиков к данному маркетплейсу. В любом случае, это, опять же, какое-то отличие, это второй же пункт, какое-то отличие от Wildberries, где у Wildberries транзит теперь платный, а раньше был бесплатный, а теперь Озон такой у нас, теперь все бесплатно. Ну и третий момент, я думаю, они, может быть, все-таки хотят разгрузить основные московские склады для того, чтобы люди могли, потому что кто-то не может чисто физически одну коробочку отправить. Хотел бы, но не может, из-за того, что это платно, дорого получается. А тут теперь смогут. И на самом деле я полностью согласна с тем, что вот эта вот история поможет экономить на логистике. То есть, если я за 1 рубль отправлю свою коробочку, небольшую даже, куда-то в регион, и когда будут заказы идти оттуда, правильно, получается, что я буду экономить на логистике, с меня Озон будет меньше брать. И в этом плане я очень сильно согласна. Ну и они тоже пишут, что можно будет экономить на логистике порядка 30%. И еще очень важный момент такой мотивационный, которым они мотивируют как раз пользоваться бесплатно. 1 рублевым кроссдокингом это то, что по данным Озон каждый новый склад увеличивает оборот поставщика на 11%. Я согласна с этим. У меня лично продажи по ФБО не очень идут. У меня лучше ФБС и Риэл ФБС. Но, я думаю, ФБО тоже очень хорошо работает, у меня просто мало товара. И попробовать вариант транзита почему бы и нет кроссдокинга? Вам советую, если вдруг пробовали уже за 1 рубль, все-таки это же с 26 июля, а выпуск когда выходит, то расскажите, как у вас опыт. Мне очень-очень интересно. А теперь немножечко о таких новостях, ну не совсем новостях, это то, что у меня в Телеграм-канале прошла трансляция с приглашенными менеджерами, которые работают в Озон. Мы с ними поговорили по ФБС. Очень интересно, очень молодцы, очень много очень я бы могла сказать. Всех больше меня порадовало, что идут на контакт, и всех больше меня порадовало, что они адекватно относятся к критике. То есть, они сообщили, что если у вас будут какие-то проблемы, если ко мне кто-то будет обращаться с проблемами, пусть типа присылают номер ID заявки, да, обращение в поддержку, все будем решать. В этом плане молодцы, я даже им сама рассказала пару своих примеров. То есть, сразу хочу сказать, это не была трансляция того, что я говорила, какой Озон молодец, вы молодцы. Пару моментов я тоже со своей точки зрения высказала, что мне не нравится, что нужно им подправить. Все это, надеюсь, приняли на свой счет и будут исправлять. В любом случае ждем. И в связи с этим у меня есть к вам вопрос. Пожалуйста, либо здесь, в ютубе, в комментариях, либо в телеграме, ну, наверное, лучше в ютубе, напишите, по каким темам вам бы еще хотелось увидеть менеджеров Озон. Возможно, ФБО, возможно, реклама, возможно, не знаю, там, хранение, либо еще что-то. Какие моменты хотелось бы осветить, да, по складам поговорить, чтобы я пригласила, возможность есть, они с удовольствием идут на контакт, поэтому я бы это сделала. И в продолжение темы Озона, пока мы ее с вами не закрыли, сейчас Озон очень интенсивно, так скажем, пытается покорить Беларусь. У них же там открылся, я говорила, склад хранения, то есть можно по ФБО теперь отправлять. Они дают большое количество информации, но, наверное, до большинства она не доходит, и многие не знают. Так вот, если вы поставщик из Беларуси, пожалуйста, напишите тоже здесь в комментариях о том, что вам интересно послушать менеджера Озон из Беларуси, и вообще, в принципе, интересна тема Озон в Беларуси, чтобы я могла ориентироваться на вас, возможно, какие-то отдельные ролики снимала, ну и плюс приглашала менеджеров. Вот такой большой пул вопросов я вам накидала, у всех своя тема, у всех своя заинтересованность, поэтому обязательно в комментариях пишите, будем собираться и в Телеграме организовывать такие трансляции. И, кстати, трансляция, которая была с менеджером Озон по ФБС, она тоже в Ютубе, поэтому не пропустите, то есть мы всегда все записываем. На этом по Вайлдберрис, по Озон мы поговорили, но теперь у нас с вами остался еще, пока еще не сильно заметный, но достаточно интересный маркетплейс Казань Экспресс. Сразу хочу сказать, заказы у меня там идут, мы делаем поставки, по-моему, еще три поставки сделали. Это радует, там продается. Единственный момент, денег до сих пор нет, и вот тут я что же хотела вам рассказать. У Казань Экспресса есть свой Телеграм-канал, и тут, видать, высказались либо основатели, либо кто Казань Экспресс, потому что очень много было негативов, поддержку везде писали, на них уже там условно, наверное, и в суд подавали, либо еще что-то, потому что нарушают договор. Я вам рассказывала в отдельном видео, в течение какого времени должны выплачивать деньги, а деньги не выплачиваются. И в итоге на них лилось много негатива, и вот кто-то из команды Казань Экспресс решил ответить. Там было огромное количество сообщений просто от них, читать, не перечитать. Но смысл посылу в том, что как бы извините, мы все понимаем, но вы тоже нас поймите, мы вкладываемся в рекламу, мы хотим, чтобы у вас было еще заказов. Вот, например, как они сказали, сейчас, секунду, что они купили 119 баннеров. Да, они купили четверть баннеров, четверть всех городских баннеров в 119 городах до ноября. То есть, условно, везде будут баннеры Казань Экспресс, еще бы с моими товарами, конечно, но неважно. Вы купили баннеры, то есть, будет максимальное количество рекламы, но самое-то интересное, я что обнаружила, в Москве это Казань Экспресс, нет? Ну, как бы, основной это трафик, продаж все равно, понятное дело, в регионах тоже есть, в Питере есть, там, в других больших городах есть, но Москва это большой город, и их тут нет. В общем, они закрываются как могут, рассказывают о своих планах, про то, что мы там и рекламу закупаем, мы расширяемся и так далее, вот поэтому у нас денег нет, короче, там постов было очень много. Мне это не понравилось тем, что вот это вот, все, что они написали, ну и что? Денег-то же все равно нет. И ладно, у меня там небольшие продажи, немного товара зависло, немного денег зависло, я могу понять, а есть поставщики, которые условно со всей прибыли сразу вкладываются, пока такая ситуация, и как они будут вкладываться, если денег-то до сих пор нет? В общем, осуждать их не будем, но высказались они, конечно, знатно. Вот знаете, единственное, чем меня радует в Казанье Экспресс, это тем, что у них есть Телеграм-бот, который присылает сам заказы, остатки, динамику продаж, вот это меня радует, то есть автоматически приходит, если поступает заказ. Это уже более, знаете, похоже на такую технологичную компанию, которая заботится от своих поставщиков, ну, нежели, допустим, другие маркетплейсы, по-моему, только у Яндекс.Маркета, по-моему, только у Яндекс.Маркета аналогичная функция реализована, у них тоже можно получать заказы через бот, но вот по ФБС точно можно было, я знаю, мне приходили, поэтому в этом плане молодцы, но это пока, наверное, прям глобально единственный плюс, ну, за исключением там комиссии единой, да, в остальном пока вот из-за того, что нет денег, это все перекрывает, но опять же, это не говорит о том, что на эту площадку не нужно выходить, если они, по крайней мере, пытаются максимально возможно рекламировать себя, следовательно, это приведет трафик на эту площадку, а мы, как продавцы, получим этот трафик, поэтому те, кто есть сейчас, молодцы, да, возможно, сейчас мы не получаем деньги, но я думаю, они вернутся. На этом все, спасибо большое, что смотрели мои новости, очень рада, что подписываетесь, что, возможно, это первый раз, когда вы смотрели мои новости, вы останетесь на этом канале, не забудьте поставить колокольчик, чтобы не пропустить следующие выпуски, ну и вообще другие видео, и не забывайте следить за новостями и за моими каналами, ссылки есть в описании, Яндекс.Цен, Ютуб, Телеграм, ВКонтакте и еще одна запрещенная организация, вы все прекрасно знаете, переходите, подписывайтесь, даю везде разную информацию, еще раз вам большое спасибо, и что правильно, не забывайте следить за новостями. Субтитры создавал DimaTorzok